вон там я стою конечно а вот это красотища такие виды классные там все видно вот здесь и ялта и алушта все видно а вышка птицы летают вот здесь каменюка висит вот так там тортуга маяк здесь еще что-то палатки видимо какие-то стоячие то вот этот море это гигантское море это камни великого манта негра айнен великий камень что ж меня сюда направляло направляло мне засохшее бревно поэтому мне надо было залезть на такую высоту большую не знаю сколько метров чтобы вот такое бревно было у нас я его сейчас скину хочу что там нет людей шел и нашел бревно бревно какое-то нашел и здесь большой металлический котелок это видимо кто-то здесь ну да его когда-то оставил большой такой котелок но я думаю брать нет смысла потому что там есть котелки я положу обратно кто-то будет кушать когда-то а так я пошел со своими бревнами на лагерь нашел бревен за все в рюкзаке бревна и буду собирать ну и как раз возвращаюсь в эту речку откуда я и пришел здесь видим кружок тут наверное люди собираются тоже так вот пошел я оттуда их откуда шел я и нашел сетку проволоку и я ее заберу муж кому-то пригодится потому что здесь она будет погибать но так по идее надо то что создали люди она должна раствориться все металлы раствориться и природа должна весь свой облик принять каким он был до ну покрышки они еще долго здесь будет лежать если кто-то не спалит их но если спали тут энергетика временно будет там где они сажен сгорели плохая либо будет наоборот хорошо потому что этот камень красиво висит а если камень красиво висит то и море будет красить тело блестеть и ракушками небесного рая мне сейчас идти надо именно вот куда-то вот сюда потому что я вижу сухое дерево оно уже погибло поэтому оно разрешает его превратить в пепел чтобы пепел разлетелся по этому раю теперь мне нужно выбрать маршрут но я его выбрал маршрут вот такой он находится именно под моими ногами здесь аккуратно вступаешь у меня уже мокрые ноги в поту и тут мы идем вверх обвес мы идем для того чтобы для того чтобы чтобы было поэтому мы идем вверх обходим всякие участки интересные типа вот такие вот вот такие камни тут обламываются тут очень нужно аккуратно быть ну и аккуратно я могу на четвереньках бегать великие камни великие камни это великий камень аккуратно ставим ногу но камень покатился камень покатился я все лезу на самое опасное место выбрал путь я не особо хороший потому что вот здесь очень ровный а я выбрал именно вот такой там где можно сорваться с камня улететь камня вместе камень меня бы расплющил и я бы разлетелся на на маленькие странки ролл вот это камень вот этой кристаллы вот эти маленькие кристаллики я заберу вот эта камень и тут маленькие кристаллики вот они камни это маленькие кристаллики я себе возьму несколько штучек и отнесу шиви к своему храму это кристаллики счастья радости благодения видите этот камень он меня улыбается а вон второе один глаз у него это два камня близнеца ланганьера я сидел здесь и вдруг заметил а вон там вон там сидит человек а рядом палатка стоит его возможно кто-то рисует или просто медитирует там он белая палатка здесь зеленая палатка очень плохо видно конечно камеры телефона но зато весь прекрасный вид а я был здесь только что там камни счастья которые на тебя постоянно смотрят там домик наверху какой-то я понял можно забраться а еще где-то там возможно можно забраться но я не понял где возможно да можно а может и не можно а вон и где можно я понял где можно там так легко оказывается забраться либо мне так кажется потому что это очень далеко а